Меня зовут Оля. Мой ник Елднул, из которого вы можете догадаться, что я программистка. И с этим наркотиками познакомилась раньше, чем сексом. Программировать я начала в 13 на Паскале. И у меня был настолько хороший преподаватель, что он заставил нас всех еще на Паскале написать своего Пэкмана. И главным урубательством в восьмом классе у нас было у тебя бот тупой. В 14 лет я поняла, что я люблю алкоголь и трахаться. Поэтому я переспала с мальчиком, мы договорились, что с открытой отношения. Через три недели я пошла, переспала с парой своих друзей. Оказалось, что отношения у нас не настолько открыты, как я планировала. Но уже понеслась, останавливаться было неинтересно и поздно. Дальше я отправилась в долгий-долгий разнообразный путь, который был особенный немножко тем, что технически до 25 лет у меня не было оргазма. Никак, никаких, ни в какой форме, ни с какой акробатикой, ни сама, ни с коллективом, ни без коллектива. Пока мой организм по ряду причин не сказал, да, теперь ты можешь. Это оказалось все еще лучше и веселее. И после этого уже и случились попытки зайти в какие-то кинки комьюнити. Спойлер, это очень странно. Без батискафа, совко, крепких нервов и хорошего чувства юмора это делать сложно, потому что на серьезных вещах это делать нельзя. Но ничего страшного в этом тоже нет. Я ничего не знаю о движении кинки в России, в Беларуси и так далее, потому что я как бы попала на локдаун в Украине и занималась этим в Киеве. И так как я занималась с нуля, то есть я не знала ни одного человека, который тусует в этом движении, я не знала ни про клубы, ни про телеграм-каналы, ни про фейсбучики, ни про что. Я просто как программист села с нуля искать. Поэтому могу рассказать об этом. Могу рассказать, как я начала приключаться, какие отношения у меня были втроем с людьми. У меня были и отношения, но большей частью у меня втроем я вот была волшебной той третьей партнершей, которая создает атмосферу доверия, что другая девушка настолько знает, что у меня нечего бояться, что все выдыхали и получали удовольствие. И многим парам я на самом деле в каком-то роде оказалась чем-то вроде сексуального терапевта, потому что оказалось, многие вещи не страшные, и многих вещей можно говорить и хуже того делать. Поэтому вот такая вот моя краткая биография. А теперь погнали спрашивать, кому что интересно. Класс. Давай мы, может быть, для затравки, так сказать, спросим вопросы из поста, которые были. Давай. Ты на часть из них ответила, но все равно, мне кажется, что можно немножко расширить. Понятно, да. У нас тут просто немножко кипиш, я не на все успевала отвечать. Конечно, конечно, но это нормально, мы для этого и собираем. Кипиш ненормальный, да. А вот сбор вопросов вполне. Значит, смотри, такой вопрос. Я отключу телефон, а то мне кто-то параллельно звонит. Да, конечно. Если бы я знала, где он звонит. А, вот он звонит. Так, все. Ставлю ДНД. Одну секундочку, потому что... Иначе у меня тут параллельные поздравляшки, которые рандомно будут нам мешать ДНД. Так, погнили. Мария, один из таких популярных, заплюсованных вопросов, так скажем, что ты написала, что ты параллельно начала терапию антидеписанты, параллельно с открытием, видимо, мира разного секса для себя. И вопрос такой, связано ли это как-то с перекосом жизненных акцентов в сторону секса и всего вокруг этого? Ну, в смысле, начала терапии антидеприсантов. Смотрите, вообще не связано. То есть, если у меня есть что-то здоровое, кроме здравого смысла, то это отношение к сексу и к тому, что... Ну, есть любовь, есть отношения, а есть наше тело, и гормоны управляют нами, а не мы гормонами. У меня никогда не было из этого никаких проблем. Но при том, что, вот, казалось, я произвожу впечатление довольно ветреной особы, я один из самых верных отношений в людях. Предыдущие 9 лет у меня было 2 партнера, которым я никогда не изменяла, хотя у нас в середине были с одним из них отношения втроем. Ну, то есть, я не считаю этой измены, когда 3,5 года мы жили втроем. Вот. Мои антидеприсанты связаны с тем, что за это время я заработала очень сильное и страшное тревожное расстройство и посттравматический синдром. Ну, и я тяжело сломала ногу, и при страхе падения я после этого много лет слышала хруст ломающихся костей в ушах. И вот то, что я всем говорю, у меня были отношения с человеком, у которого, к сожалению, биполярное расстройство в очень тяжелой фазе, и человек пытался это сам вытянуть без лекарств. И это очень-очень-очень страшно, травматично для партнера. Это действительно то, что может убить человека, который любит заболевшего. И поэтому, в принципе, моя терапия была связана с тем, что я выгребалась из этих отношений и лечила травму, потому что я стала бояться переходить дорогу, потому что ты переходишь дорогу, и у тебя каждый раз ощущение, что тебя сбивает машина. И, как говорил нам еще господин Оскар Уальд в портрете Дарьяна Грея, уж простите меня за детство, лечите душу ощущениями, это ощущение лечит душа. Чтобы вылечить свои эмоциональные проблемы, свои страхи и так далее, которые были сугубо травматической природы, нужно было заполнить душу и свою жизнь новыми ощущениями. Нужно было найти что-то, что мне снова нравится, и что-то, что вызывает во мне чувства, чтобы не быть ходящим решетом, которая просто боится перейти дорогу. Не потому что я уверена, что дорога опасная, а просто твоя нервная система отказала. И таким образом я решила совместить квест по поиску всего этого. То есть, с одной стороны, это в большой мере было не про секс, а про то, как вообще, с откуда начать, и как найти людей и environment, в котором это все происходит, когда ты не знаешь никого, никого, ничего и ниоткуда. И пробовать и смотреть, что из этого выйдет. Поэтому у меня терапия, ну, своеобразная. То есть, это для меня была ощущенческая часть, чтобы я, кроме работы, была чем-то занята, потому что я привыкла нырять в работу. Я, ну, не могу сказать, что трудоголик, но в проекты я ныряю с головой. Я, типа, там, шесть лет в отпуск не ходила, чувствовала себя счастливой. Я отправилась, я попыталась поставить сначала тиндер. Это была полная фиаско, я даже ни с кем не смогла встретиться. Это настолько было плохо. Я решила попробовать в кинке, поняла, что на трезвую голову это невыносимо, антидепрессанты с алкоголем сочетаются, ну, лучше не надо. Поэтому после этого я взяла 25-пилогологрогомовый рюкзак и отправилась в пять походов подряд. Так что вот у меня это было вот так вот. В походе я завела взаимоотношения со своим инструктором, чтобы в походе меня не только гуляли и кормили, но мне было тоже кинки спать с кем. И вот так вот я стараюсь сочетать все приятное с полезным, потому что я очень люблю Жванецкого, которого одна из любимейших фраз – это если положить на одну чашу весов прекрасных женщин, а на другую – хороший коньяк, то, господи, зачем это класть на разные чаши весов? Хороший подход к жизни, да. Слушай, ты вот упомянула уже сейчас про то, что у вас были довольно длительные отношения втроем. Еще в посте ты написала, что у тебя нормально получается, хорошо заходит быть гостевой партнершей втроем, но при этом вот как отношения именно втроем не сложилось. Это было связано именно вот с особенностями, так сказать, которые вне секса или все-таки с сексом самим? Это сложный вопрос. Смотри, отвечу с простой части. Почему у меня… То есть там народ, я вижу, пишет в чат, я буду просить озвучивать, потому что… Конечно, да, я по ходу дела буду. Да, потому что я там фокусируюсь на Сяом. Мне легко быть третьей гостевой партнершей, потому что по мне настолько видно, что моя жизнь очень заполнена. То есть на самом деле, как это смешно, больше всего в жизни я люблю читать. Я читаю минимум книгу в неделю, и лучшее, что я могу вам насоветовать, это огромное количество книг на любой вкус, жанр и так далее. Я читаю там 50-100 книг в год. В основном последние годы это победители Хьюга и Небул и все такое. Плюс я работаю, я неплохо, ну я так считаю, зарабатываю. У меня есть походы, у меня есть друзья. То есть моя жизнь, очевидно, ну не то чтобы целостная, она яркая, то есть я при деле. А когда ты начинаешь взаимодействовать с кем-то не из своего катета, не из своей пары, ты боишься, что у тебя за спиной начнется что-то, чего ты не знаешь, ты как бы испытываешь дискомфорт из-за этого. И я настолько честно и не пресекну, я никогда не нарушала правила того, что мое взаимодействие идет, если мы втроем, то мы втроем. Я никогда не взаимодействую за спиной. То есть меня можно отдельно спросить, типа как ты себя чувствуешь, упала ли у меня температура и нужно ли мне принести там что-то во время простуды, то есть без перекосов страшных. Но для меня главная задача всегда создать ощущение безопасности, что, дорогая, я точно не заинтересована в том, чтобы отбирать у тебя мужика. Мне своих хватает. С вами я по любви, с вами я по дружбе и нам должно быть хорошо. Потому что для меня секс – это не просто поеложить телами друг по другу. Для этого придумали много игрушек, но, честное слово, они норм. Это продолжение общения. Это когда вы просто говорите, вам хорошо, интересно вместе, и вам хочется поговорить еще одним способом. Отношения втроем не задались. То есть первые полгода секс божественный был. Но я оказалась в ситуации, где я по ряду своих обязательств в этих отношениях не могла ими рулить, потому что третья девушка была в очень уязвимом положении после абьюзивных отношений, после травматического опыта. То есть это был нежный, тонкий котенок, которого нужно было перечиспасать. Мои чувства к ней кончились, скажем так. Если кратко сделаем это так, но она настолько была нежна и настолько любила моего любимого человека, что, ну, де-факто я не имела права и возможности порешать ситуацию так, как я хотела. Ну, то есть закончить эту фазу отношений. И это оказалось такое коллективное насилие на троих, где все уже давным-давно все поняли, но ничто нихуя не может сделать. И все в аду, типа, и вот птица похуится, лежит не шевелится, знаете, похуй как-то. Каждый отпуск превращается в адскую пиздодраму, потому что здесь нужно уже ехать с одной и вторая в истерике, если нужно ехать в отпуск со второй и первой в истерике, ехать в отпуск втроем все в истерике. Это бесконечное состояние истерики. И при этом вот адское состояние, что никто ничего не может сделать, потому что есть четкое ощущение, что если сделать неправильное движение, кто-то выйдет в окно, и это не фигура речи. Потому что действительно, когда мы все-таки расстались, насколько мне известно, девушка переживала это настолько плохо, что дважды оказалась в больнице, где ее спасали жизнь. Поэтому, скажем так, секс втроем – отлично. Отношения втроем, ну вот отношения там, где девушки, я разуверилась. Мне не случилось до сих пор попасть именно в отношения, скажем так, в профессиональном режиме с двумя мужчинами, но мне эта конфигурация кажется куда более устойчивой и вероятной, потому что мальчики у нас тоже из-за социальных правил намного чаще, то, что называют по идее, они работают, они зарабатывают, у них есть друганы, у них есть хобби, ну то есть как у меня, например. Поэтому от того, что у него занят вечер, и если там не устраивать драму из-за того, что, о, господи, какие-то органы моей девушки потрогал кто-то другой, обычно все достаточно передели, чтобы позволить себе развлекаться по-разному. Но, опять же, это для меня в меру вторая инкогнито, хотя с двумя мужчинами я спала, и мы прекрасно продолжаем дружить, мы вместе пьем пиво, была даже дурацкая ситуация, что ко мне пришел один, только вот все это происходит, звонит второй, говорит, ой, а я тут через три минуты буду у тебя, а я понимаю, что мы не успеваем не то, что там одеться и разбежаться, тут бы реально трусы найти. Вот, приходит второй, мы разливаем по бокалам винишко, выпиваем ржом ситуации, первый уходит в семейное гнездо, второй остается, а утром я просыпаюсь от того, что он истерично смеется. Я говорю, что ты ржешь? Говорит, я знала, что я помешал вам, но не думал, что настолько, и достает из под одеяло презерватив, открытый, но не использованный. Говорит, ну, зато ты знаешь, что этой ночью я была только с тобой. И это не испортило ничью дружбу. С девочками такого я, честно говоря, в своей практике не встречала. С мальчиками я решила за прошлый год поддерживать политику честности и открытости. Вот я живу там несколько месяцев человеком, он знает, кто я, он знает, что мне нравится тоже спать с другими людьми. Мы спали с другими женщинами, мы спали с другими мужчинами с ним. Мы договорились, что старые истории всегда могут изыграть, но мы их держим под контролем. А если будут возникать новые истории, давай про возможность в них оказываться втроем и принимать решения уже как-то вместе. Да, понятно. Слушай, вот еще вопрос про… Ты немножко про это упомянула, но, может быть, немножко раскрыть из чата. Расскажи о своем отношении к ревности в отношениях. Бывает или нет, и как с ней работать, если бывает? Ну, ревность – это всегда летание страха, да? Ревность – это всегда чего ты боишься и что тебе жмет. В моем случае ревность – это то, когда у меня отбирают руль. Потому что я, на самом деле, я вот осознала недавно свою странную сексуальность. Вот недавно на Вастрике были, как это, срачообразующие посты, что-то такое чувствовать себя мужчиной, как я стала женщиной, да? Я себя осознаю как андрогина, да? Я еще и как бы высокая, сильная, и могу ходить с рюкзаком 30 килограмм, что я делаю периодически. Но характер у меня, ну, то, что называется, мужественный. Я бешеная инициативная, я ни черта не боюсь, я гребаный медоед, лидер от природы, который конфликтный, веселый, смешной и простой. Поэтому в моем случае ревность это исключительно та ситуация, когда по каким-то причинам я лишена возможности использовать эти свои качества. То есть, когда меня ставят обстоятельства, вот прижимают в угол и лишают меня голоса, грубо говоря. Вот если я ларингит, а я привыкла все рассказывать словами, я убиваю не пистолета, у меня нет пистолета, я работаю словом. И вот когда меня лишают слова, это для меня и есть ревность, когда я не могу порешать. Но у меня очень мало страхов, я счастливый человек. В принципе, почти все вопросы про ревность, это про неуверенность и про страх, что ты не понимаешь мотивы или ты не понимаешь, чего ждать, ты не умеешь разговаривать, не умея разговаривать, начинаешь хамить. Я много смотрю на пары, и от этого страха и ревности люди очень уважительно друг с другом разговаривают. Они переходят на подколы, на подъебы, на вот это вот все. И на самом деле, это не потому, что люди плохие, а просто внутри нам страшненько. Поэтому бороться с этим, это то, что... Ну, на моей практике, то, что больше всего помогло, ну, погожусь собой, это мое общение с многими парами, где я становилась для них медиатором, где каждый из них мог выразить претензии друг к другу через меня, но при этом я не воспринималась как врач, психиатр, терапевт и так далее, потому что мы сидим, прибухиваем на кухне в очень чильной обстановке, а потом еще можем пойти переспать. Но при этом я нейтральная сторона, которая точно не обидится, которая точно безопасна, которая никуда это не вынесет, но попытается побыть вот этим вот переводчиком с языка на язык и объяснить, а чего же ты боишься, а ты чего боишься, а ты чего боишься. Почему он каждый раз ругается на то, что я делаю у него дома уборку? Потому что, представь себе, дорогая, вот у тебя своя квартира и будет приходить какой-то мужик к тебе и наводить каждый день свои порядки. Да ты же сама первая с ума сойдешь. Конечно, ему не очень нравится то, что ты это делаешь без спроса. Не потому, что он тебя не любит, а потому, что ты нарушаешь его пространство. А тебе кажется, ну ты же делаешь полезно, ты же это все для нас, ты же это все для него. И вот таких вот бытовых мелочей, их миллионы и миллиарды. И о них нужно садиться, думать и разговаривать. Кроме рефлексии, методов не придумали. И если вам повезло иметь друга, подругу, которая вот, которая для вас, ну, доверенное лицо, и вот вы знаете, что она вас любит, какими есть, ей не нужно вас хантить, чтобы вы зарабатывали для нее деньги, а с ней можно сесть и поговорить, и желательно втроем, и она побудет этим переводчиком под Мартини и Винчик. Вот это одна из вещей, которая, как по мне, работала лучше всего. Да, слушай, а вот тут вот спрашивают еще в чате, насколько, ну, то есть это звучит так, как будто бы паре нужен терапевт, по большому счету, и ты выступаешь в роли терапевта такого. Насколько травматично это для тебя самой? Или тебе такая роль подходит, не травматично? Не травматично, потому что я считаю, ну, я инженер, вот мое главное увлечение жизнью это деконструировать образ врага, деконструировать, как же работать с этим машинами, начиная от отологии, науки об инстинктах, нейробиологии, механизмов нейронной передачи, химической, электрической, биологии, анатомии, инстинктов, социальных факторов, когнитивных байсов, всего этого. Я очень системно подхожу к вопросу и стараюсь изучить механики, я пытаюсь найти общий знаменатель всего этого. И я прохожу, на самом деле, если посчитать, я даже не представляю, сколько времени я на это потратила, опять же, по любви. И каждый раз, когда это знание, грубо говоря, получила только я и не передала никому, я считаю, что я бездарно проебала кусок своей жизни, потому что я ничью жизнь не улучшила тем, что я потратила время своей. Поэтому, если я смогла объяснить то, что мне пришлось потратить, на что пришлось потратить время на изучение самой, и это помогло, для меня это действительно одно из самых счастливых ощущений в жизни. Да, хорошо. Слушай, вот интересно, как вообще это происходит, да, для людей, кто не очень в комьюнити или в теме. в какой момент ты становишься третий в паре, допустим, что ты понимаешь, ну вот с этими двумя людьми я пересплю, или они там тебя как-то приглашают. Это спонтанно происходит или это уже внутри некоторой комьюнити? Это происходит само собой, вот пара, которая у меня самая постоянная, мы познакомились полгода назад на самой неудачной вечеринке сезона, которой я была, которой я как опытный боец, я пришла вся такая красивая в портупеях, в цепях, но как опытный боец, на мне было платье худи. Я захожу в шикарную квартиру трешку на Бессарапке в центре Киева, а там сидит шесть жирных мужиков в белых халатах, вот так вот ноги и я такая, а платьице мы, пожалуй, не снимаем. И дальше народ стал подтягиваться и все какие-то реально уютки, вот просто мрачные уютки и я даже не пытаюсь ни с ним разговаривать, я заложу на тумбочку и читаю книгу и у меня очень простой способ определить своих. Я даже смотрю не над тем, но в идеале над тем, как люди шутят, но не всегда есть такая возможность. Второе место это то, над чем люди смеются, но точно нужно следить то, над чем люди не смеются. И если люди не смеются над шутками, которые кажутся тебе плохими и не смешными, это твои люди. И с ними ты идешь и взаимодействуешь и находишь общий язык. И дальше очень часто вам оказывается прикольно встретиться вместе, посидеть вместе, уже пошутить, уже поговорить дальше, а там почему бы и нет, так как для меня это действительно просто форма разговора, то есть нет никакой сакральности в сексе. Это просто форма разговора. С людьми, с которыми у вас подача чувства юмора, вот этот вот идентификатор свой-чужой, оно и получается дальше. Так, да, понятно. Спасибо. Давай, может быть, немножко перейдем в другую тему. Вот народ спрашивал, расскажи о самых необычных фетишах, которые тебе встречались. С чужими фетишами не сильно знакома. Там, ну как, опять же, вот союзнически говорят, что у мужчин один из самых часто соучающих пить тишей, это фут-фетиш, ну там, целовать женские ножки и так далее. Я при всем моем экспириенсе встретила аж двоих таких. Но мой, например, самый ебанутый экспириенс, который я не ожидала, что мне понравится, на одной вечеринке я была в костюме для тверка, представьте себе, открытый купальник. Я тверком занималась, тогда кеды и купальник. И мне связали за спиной руки, завязали глаза и какое-то время просто водили по толпе, иногда слегка толкая, но при этом меня ловили. То есть тебя лишают ощущения равновесия и ориентации в пространстве. То есть тебя лишают контроля над собой. А потом меня усаживают на стул и привязывают мои ножки к стулу. И я не знаю, кто был этот человек, извините за подробности. Слава этому человеку. Я думала, что этот человек это мой любовник. Оказалось, что он к тому моменту уехал. Потому что он с таким знанием тела просто, извините, пожалуйста, полчаса мне дрочил, так что я орала на весь клуб. Я никогда не думала, что мне понравится это. Я не ожидала этого опыта. Я ничего не знала. То есть у меня были честно завязаны глаза, ничего не знала. И пожалуй, это стало моим фетишем. Я бы очень хотела этот экспириенс повторить, но он прекрасен тем, что он может случиться только абсолютно неожиданно и как приключение. Прикольно. Звучит хорошо. Спасибо, подрочил. Это я ему говорю, я не знаю, кто этот человек, но как это? Спасибо этому человеку, не знаю, кто этот был. Мария, вот еще такой вопрос. Я спрашивал тебя в посте, ты немножко ответил, но может быть интересно обсудить это побольше. вот у нас в целом в обществе вроде как наметился небольшой сдвиг в пользу того, что ну как бы секс-позитив и вот всякое такое. Но насколько вообще, насколько, насколько часто ты встречаешься с консерватизмом в сексе особенно за пределами вот вашего комьюнити и в чем это больше всего проявляется? Я не нахожусь в каком-то комьюнити, потому что я слишком несерьезный Тануки и Сурикат. У меня есть любимый скриншот одного тематического чата, где на полном серьезе человек написал, вы не понимаете, я в этом разбираюсь, я 10 лет в флагеляции. А я как раз собеседование проходила, а у меня там 10 лет в функциональном программировании. И меня что-то так на части это разорвало, но я не могу всерьез. То есть я не использую там темы с большой буквы и так далее. Есть практики, которые нравятся. Консервативные люди боятся меня как огня, поэтому я просто с ними почти не пересекаюсь. Но проблема с любовниками, то, что условно называется славянскими, она есть и огромная. Потому что начнем с того, что у нас посмотрите на ухоженную 30-летнюю девушку и не самого страшного 30-летнего мальчика. В среднем это будет разительный контраст. И уже к 30 годам ты приходишь к тому, что легенда о том, что девушке легко получить секс. Ну, до Юра, наверное, легко. До факта ты не рассматриваешь это как секс, потому что мальчики не только не умеют ухаживать. Хрен с ним. За мной... Я никогда не была в фазе цветочных отношений. То есть мне опять же... мне 30 лет у меня в жизни, наверное, может, один или два раза был конкретно цветочный период, а так как-то скипался он у меня. Но у нас ни мальчики, ни девочки, особенно мальчики, не умеют хвалить, не умеют восхищаться, не умеют быть галантными. То есть мальчики остро переживают ощущение того, что мужик ли я, зарабатываю ли я, достойно, осилен ли я, волчара ли я. Но при этом они очень думают много о страдающем себялюбии, но, к сожалению, очень мало задумываются о том, что называют менялюбию, как партнерша. И вот то, что мальчики у нас еще не научились смотреть глазами смотрящего, в которых девочка расцветает и хочет делать что угодно, а на это нужно много времени. У нас нет секс-просвета. Нам не объяснили, на самом деле, что такое хорошо, что плохо. И одно из самых страшных откровений, которое приехало ко мне года полтора назад, что я не знаю ни одной системно счастливой пары в своей жизни. Ну, то есть, все изменяют, все рыдают, все расстаются, у всех все плохо. Я не знаю ни одного счастливого всю жизнь человека в отношениях. Это значит, что мы где-то пошли сильно не туда. И это огромная коллективная работа не только про консерватизм, а про то, чтобы научиться говорить друг другу хорошее, про то, чтобы понять, что твоя внешность и твое тело это не только это еще и ебать второму человеку нужно. Вот. И с мальчиками в этом плане в нашем обществе консервативно сложно, плюс куча мифологии о том, что этот странный баланс, как в анекдоте, хочется, чтобы девушка уже все умела, но я был у нее первым. Но я это называю по-другому, это абсолютно реальный диалог, один из самых грустных, но показательных жизней, и он у меня случался не раз. Типа, дорогая, я так хочу, чтобы тебе было хорошо и чтобы тебе было лучше всего. Я говорю, да, милый, это здорово, сделай, пожалуйста, так, так, так и нажми сюда. Не командуй мной, я тут мужчина. Что? Ты мне хорошо хочешь сделать? Или ты хочешь, я не командую, я не объясняю, я с собой сколько лет живу, больше, чем ты со мной, алло? И вот это вот огромный пласт культуры, я хочу тебе сделать хорошо, но не командуй мной, вот это вот пиздец. Пожалуйста, если вы чуть-чуть узнали себя в этом, отрефлексируйте и никогда, никогда, никогда так не поступайте. Второе, не прахайте девушку голым, оставаясь в одних носках. Пожалуйста, никогда. Отличный совет, я вас немножко улыбнула, спасибо человеку в розовом, в наушниках, в черной футболке, в наушниках и в оранжевом бейдже. Спасибо. Ты меня радуешь своими эмоциями, потому что на самом деле рассказывать это абстрактному Владимиру Айпаду и Бабрануину это отдельное веселье, потому что я в его участии ищу Ники. И вот я сижу и думаю, а Бабрануину, он типа как-то ему нормально там, не скучно. Ты полистай немножко, там на самом деле довольно много людей включили камеры. Я понимаю, я просто вижу, я вижу какую-то страницу Ников, да, вот так, я вижу лица шестерых. Да, я слышал, вот такой вопрос еще из чата тебе. Я видел у тебя в Телеграме посты, где на тебе нанесены шрамы. Я очень примерно понимаю удовольствие от морального унижения и сабмиссивной роли, но удовольствие от физического насилия боли очень сложно понять. Не могла бы ты объяснить? Потому что, смотрите, это, есть доминирование и сабмиссив, это один вид практики, да, когда ты отдаешь себя верхнему и оставляешь, ну, контроль за верхнему. На самом деле, быть верхним намного сложнее. Я редкий человек я с ВИЧ, я нижняя с мужчинами обычная, верхняя с девушками. И когда ты верхний, на тебя огромная ответственность. Но конкретно про шрамы... Сейчас, погоди, расскажи буквально два слова для людей, кто не в курсе, что под этим терапиям. Обычно в сексуальных практиках этого направления есть кто-то, кто контролирует и управляет, и есть кто-то, кто подчиняется. Условное название верхний и нижний. Есть редкие люди обычно... То есть, многие говорят, что они такие, но их на самом деле мало. То, что называется свич, это люди, которые могут и туда, и туда. Их мало, это редкость. Вот я свич. То есть, у меня с мальчиками одна роль, с девочками другая роль. То есть, девушками я управляю, девушек я вожу в состояние транса, вот, я их веду по своей волне. Мальчикам я чаще предпочитаю отдаваться, ну, типа, чтобы меня вели. И вот с шрамами и так далее, это вообще не про унижение. Есть такое понятие, в тематике его используют, называется subspace. В принципе, я думаю, что это нечто похожее на транс-йогов, да, когда они практикуют там всякие горящие угли и так далее. Это когда ты настолько уходишь глубоко в себя, в какое-то медитативное состояние, что ты перестаешь ощущать боль, и она трансформируется в другое ощущение. То есть, у тебя где-то есть процессор, который говорит, что это, ну, на самом деле, типа боль. Но ты это перестаешь так испытывать, потому что ты вот уходишь, ну, в свой внутренний космос, и это перестает быть болью в рёмном смысле слова. То есть, вот эти практики, ну, по крайней мере, в моём случае, вообще не про унижение, а про то, насколько ты можешь уйти глубь себя, фактически, в сверхглубокую медитацию. Наверное, похоже, примерно, про шибари, да, можно сказать? Да, вот шибари тоже дают похожее ощущение, да, когда ты, ну, фактически, ты самодипнотишь, ты отдаёшь контроль человеку, который контролирует, и на нём огромная ответственность, то есть ему нужно следить, чтобы он тебя не травмировал, чтобы тебе не поплохело, потому что ты, будучи, отдавая контроль, очень часто можешь, ну, не отстрелить, что-то пошло не так, потому что ты отключаешь вот эти вот системы оповещения, ну, твоя задача отключить их. Поэтому быть верхним очень-очень сложно и ответственно. Это много рисков, поэтому я всегда, как бы, когда людям рассказывают про БДСМ и вот такие уже более сложные практики, я всегда уделяю огромное количество времени технике безопасности, извините, вот как на ОБЖ, как в университете, что нужно иметь рядом, чего точно не делать, то есть, например, почти всем мире, ну, ладно, окей, всем мире нравится асфиксия, и мы в фильмах видели, и в тюрьмах знаем, что народ иногда, особенно мальчики, там, ремешком шею себя затянул, получить удовольствие, подрочить и случайно умер, вот, что делать, чтобы такого не произошло? Кратко забегая наперед, главное у нас две артерии здесь, если вы пережимаете, пережимать можно только одну, держите партнершу, вы можете снять психологический эффект точно такой же, у партнерши есть артерии, есть мышцы, да, вот сбоку, держите ее за мышцы, мышцы не меняют кровоток, но эмоциональное ощущение такое же, если вы хотите вызвать асфиксию, вы это делаете только одним пальцем с одной стороны и не больше семи ударов сердца, лучше пяти, если вы сожмете ей обе артерии, вы можете вызвать шок и она умрет, не надо, то же самое с вами, если вы практикуете автопрактики, знайте, что вы должны как угодно обеспечить тот факт, чтобы, если что, вам сжимало больше мышцы, это меньше физиологического кайфа, потому что сам себе психологическое удовольствие так не доставляешь, но очень важно, чтобы вы не пережали обе артерии, иначе вы просто можете случайно откинуться. Ну вот, Кирилл, я вижу твою руку, задам фоллоуап, вопрос сначала с чатом, как контролировать вот это, как не перегнуть палку и не нанести реальную травму? Какая практика? То есть, о чем мы говорим? Мы говорим о воскликсе, например, или мы говорим о веревочках, или мы говорим о вакс-плее, это поливание воском. Ну, давай, например, вот о ножах, о ножах, о найф-плее. О ножах, ножей у меня было не очень много, но смотрите, во-первых, хлоргексидин, аккуратно, как угодно, но ваш нож, ваша партнерша должны быть продезинфицированы, и ваши руки тоже. У вас должны рядом быть, на самом деле, под боком аккуратно дезинфицирующие средства, ватка, бинтик, и хлоргексидин, который не печет ничего, и все такое. Нож я брала специально как в контрстраке, знаете, этот нож-коготь, он, вы им, типа, партнершу не пронете случайно, но он вставляет красивые следы. Опять же, следы, то есть задача, как бы, ощущение, а не травма. Поэтому следы вы наносите только по тем поверхностям, где рядом нет сосудов, то есть, например, на поверхности вот этой вот у меня нет ни одного шрама, здесь нет шрама, ничего. Но там, где кожа толстая, например, по ребрам или на заднице, на которой ничего опасного нет, или на обратной стороне плеча, который так у меня в походах страдает как черт не что, по ним можно аккуратно проводить, и опять же, задача скорее поцарапать, а не порезать. И вы это опять же почувствуете тактильно, потому что вы проводите кончиком ножа, который царапает. Если вы проведете лезвием, вы прорежете дерму и перейдете к мышце. Нельзя так. Ваша задача – это игра. Помните, что на самом деле это игра, и вы должны быть аккуратны. Ваша задача – не бурнуть, не травмировать. Ваша задача – сделать зрелищно, не травматично. Поэтому, для начала, вы еще и дома берете, я не знаю, что в случае ножа, но тренируетесь. Берете, грубо говоря, подушку, которая покрашена краской свежей, начинайте по ней водить и отрабатывать силу удара. Если вам нравятся флогеры, флогеры – это такие плетки с кучей мягких кистей, это вообще не травматично, не страшно, но вы не должны попадать в партнерше по почкам, потому что это тяжелая хрень. Попал чуть ниже ребер, отбил ей почки. Нельзя. По жопе можно, под ребра нельзя. Если вам нравятся кнуты, если что, меня пиарили кнутом с металлическим наконечником, то есть это адовый хардкор, вы дома вешаете боксерскую грушу, рисуете на ней мишень, джентльмены, не смеемся, я абсолютно серьезно, и дальше минимум 80 часов вы нарабатываете попадание наконечником туда, куда нужно. Кроме шуток. То есть вы тренируетесь, особенно в практике, связанной с кнутом и так далее, потому что кнутом прилететь случайно и сделать девочке шрам через все лицо, не хуй баловаться. Поэтому все эти вещи вы сидите дома и отрабатываете. Да, слушай, я, может быть, еще уточню, возможно, вопрос еще заключался в том, что как, когда у тебя низ находится в subspace, как контролировать его боль, когда он не может тебя отрефектировать или все что. Смотри, ну, во-первых, всегда классика жанра, вы договариваетесь в стоп-словах, я использую самый банальный желтый-красный, типа желтый это предельный уровень, который я готова терпеть, красный бросить все и остановиться. В любом абсолютно комбьюнити. Если вам сказали красный, и вы не остановились, вы урод, изгои, вас нужно убить. Ну, то есть, это все игры про безопасность. Вы никогда, ни в какой игре не имеете права проигнорировать слово красный. Нельзя. Никогда. Если у партнерши очень часто бывает, допустим, кляп во рту или что-то такое, то есть, партнерша лишена возможности разговаривать или не в состоянии. Я договариваюсь о том, что партнер, меня спрашивая, он берет меня, вот, моя рука обычно все равно как-то, ну, кисть в какой-то степени свобода есть, он дает руку в мою кисть и начинает спрашивать, нормально ли я. Если я вообще не реагирую и не сжимаю его руку, значит, я не понимаю уже вопрос. Если я делаю два пожатия, типа, можно продолжать. Если я делаю три пожатия, срочно остановись. Или, как на борцовом татаме, я бью по ближайшей поверхности, то есть, если я не могу говорить, опять же, это частая практика, у меня могут быть завязанные глаза, у меня может быть заткнут рот, все что угодно. То есть, борцовское движение, типа, все, остановились. Но главное, если у вас в практике вот настолько вы опасаетесь, что партнерша, вы даете ей вот в руку свою и договариваетесь, что если она ее не сжала вообще, это черный, это уже не красный, это уже черный. Типа, вы останавливаете все и аккуратно выводите ее. У вас, если это веревки, у вас рядом аккуратный нож, желательно медицинские ножницы, которые закруглены концами, чтобы вы опять же, вы тоже можете пересрать процессы, это нормально. Поэтому для веревок у вас медицинские ножницы закругленными концами. Вы перерезаете веревки и проверяете температуру ее тела, если вдруг вы ей пережали сосуд и у нее потерялась чувствительность. То есть, возможно, она в сознании, но не поняла, что у нее не чувствуют рукам. Хрен с ними, с веревками, купите новые, вы срезаете. Если это асфиксия и девица не подает признаков жизни дальше, ну, скорее всего, вы нарушили правила, которые я озвучила выше, но в целом, если захотите, я, ну, или в своем канале, или отдельный топик сделаем, покидаю. Народ в разные времена писал хорошие посты по технике безопасности. По электроплею, к сожалению, я лекцию дать не могу, я в нем, ну, вообще не сильно там, само это делали пару раз, но я не расскажу, то есть, я не профессионал в этом. Но главное, чтобы в любых серьезных практиках каждые минут буквально вот 5-7 вы как-то мягко играя заставили партнершу дать вам обратный контакт, что она еще с вами. Потому что очень часто бывает действительно такое, что слова мешают игре. И в частности, почему стоп-слова это не остановись, там, сука, пошел нахуй и так далее. Это очень часто часть игры. И типа нет не значит прекратите. Поэтому выбираются нейтральные слова и выбираются, ну, я выбираю движение вот борца по татаме и сжатие рукой, которая, ну, типа, пальцы рук обычно у нас все-таки свободны. Да, вот еще просит добавить про SSC наверное в тему будет тоже. Так, простите, я не очень... Как так по-русски? Это какие-то построения моего вида? Не-не-не, про... Сейчас. Все, ладно, давай мы тогда это попозже... БДР Безопасность, Добровольность, Разумность. Да, да, да. Вот. Это действительно главное правило. То есть сложно, почему сложно в это вкатываться? Потому что ваша партнерша начинает глупо хихикать, особенно если вы предлагаете типа дорогая, ну, на самом деле почти все мы из нас идеологически нравится, например, аннулингус, русским языком, когда жопу лижут. И вопросить об этом технически сложно. Поэтому вы поступаете как офицер американской армии на самом деле. Вы никогда не ругаетесь за любое фиаско. Вы хвалите за каждый раз, что она сделала что-то хорошо, но тут еще можно проебаться. Никогда нельзя проебаться в том, когда партнерша сделала что-то чуть-чуть лучше. И показываете на ней, и придумываете аналогию. Я, например, ну, как девушка, я не могу понять, что чувствует мальчик органом, которого у меня нет, да, как и он. Я пытаюсь объяснить и показать, допустим, ну, вот как меня ласкать руками, да, я беру его руку, да, говорю, вот это вот твой член, да, я обхватываю его руку своими руками и показываю, ну, типа, что ему, как делать, ну, на примере, который мы их можем там сопоставить и понять. И постепенно таким образом мы снижаем, то есть задача снизить стресс. И это плохая новость, процесс долгий, хорошая новость. Это работает. Когда вы очень, очень, очень хвалите и восхищаетесь партнершей каждый раз, когда она сделала чуть-чуть больше, чем в прошлом, чуть-чуть меньше постеснялась, никогда не ругайте ее за то, что она хикает. Она это делает не потому, что она вас не любит, а потому, что ей страшно до усрачки. Поэтому терпение, объяснение, терпение покажите на себе, просите, обязательно хвалите, хвалите и хвалите, спрашивайте, чего хочется ей. Она, скорее всего, скажет, ну, делай, что хочешь, дорогой. Делайте и спрашивайте, а вот так, а вот так, и хвалите, хвалите, восхищайтесь, комплименты и еще раз хвалите. Это настолько снижает стресс, потому что мы на самом деле лежим и половину времени думаем, а не жирная ли я, а не растеклась ли у меня грудь, когда я в коленно-локтевой позиции или на спине, а не потек ли у меня макияж после получасового минета, и как я вообще выгляжу, когда я на коленях стою ему и отсасываю, и не похожа ли я на грустного пьеро. Похожа, блядь. Кстати, да, не говорите девушке, что она похожа на грустного пьеро в процессе. На самом деле, отдельный вопрос в аудитории, я так, ну, я вроде бы мальчика спрашиваю, меня, например, из смешного полжизни смущал вопрос, что, ну, никто из нас не любит звуки, когда кто-то перепил и изливает душу, но если делать глубокий минет, непроизвольно звук, ну, такого слегка рвотного рефлекса есть, я полжизни ужасно комплексовала, мне нравится делать глубокий минет, у меня как-то легко это получается, ну, типа, мальчики, алло, вам там нормально? Не то, чтобы я могу в процессе спросить, вот, говорят нормально, но на самом деле четкой уверенности у меня нет. Аудиторию спросим, напишите в чате, кто что думает. Пацаны, пацаны, напишите в чате, на самом деле, это один из самых грустных вопросов, которые меня беспокоят лет 15. Я понимаю, что это идиотизм, но поймите, а это я могу об этом говорить, я могу об этом смеяться, мне повезло, я сделала эту работу, остальные ее не прошли, поэтому хвалите, любите и учите. И давайте это ощущение безопасности, давайте это ощущение награжденности, что секс закончился не тогда, когда кто-то из вас кончил или оба, а утром ты встал и пошел делать ей кофе и продолжил ей восхищаться. Можно не трахать, если сил нет, но утром ты продолжил восхищаться, чтобы она не чувствовала себя э-э-э, ну, видимо, все равно никак. Нет, вы должны всеми силами убедить, что ты богиня. Называйте ее богиней, кстати, работает безотказно. Даже если вы забыли имя, безотказно, богиня. Богиня так решила, богиня получила кофе. Ни одна девушка в моей жизни не обиделась на имя богини. Идеально. Так, ну, наконец, я дам слово Кириллу, он давно хочет что-то сказать. Кириллу. Ой. Кирилл, извини, пожалуйста, я тебе случайно опустил руку вместо того, чтобы разметить. Взми ее, пожалуйста, снова. А вот я тебя нашел, а скандит. Вот. Давай. Да, привет. Я рискну, как первый человек, который вообще задаст вопросы с зала. Ну, вот так вот. Смотри, предположим, тебе подходит человек, человек, и говорит, познакомь меня с чем-нибудь. Ну, вот человек, то есть, полностью, знаешь, он как бы не знаком вообще с вот этой тематикой. Безоценно. Я сижу в кафе, пью кофе или что? Нет, 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 человек уже достиг какого-то контакта, ты находишься в контакте face to face, и он внезапно понимает, что вот есть такая возможность. И он такой говорит, познакомь меня с чем-то. То есть, как ты найдешь вот эти точки, по которым понять вообще, что человеку зайдет, что не зайдет, что ему может понравиться, что ему может не понравиться, и вообще, как вводить человека. Возможно, проблема в постановке вопроса, потому что человек пришел к вопросам, что я могу ему дать, а я занимаюсь этим по любви, а не спортница. Хотя я не против, просто я не знаю, как начать. Вопрос в том, что ты можешь мне дать. Почему мне интересно? Почему может мне это быть интересно? И первое, что может быть интересно, это ты хорошо выглядишь и хорошо разговариваешь. У тебя хорошая осанка, у тебя чистые волосы, ты сходил к стилисту и одеваешься никакой ебан. Если ты выглядишь хорошо, твои шансы уже возросли космически по сравнению со всеми остальными. Если ты можешь сказать два сложно сочиненных предложения подряд, поздравляю, ты уже почти выиграл в эту игру. Ну и опять же, ты показываешь, что, то есть, ты не приходишь покупать. Ты в эту игру можешь выиграть, когда ты предлагаешь. И я в эту игру всегда играю, я не пытаюсь у кого-то что-то взять. У меня есть, что предложить. Я смотрю, кому мне интересно это дать, если я вижу совпадение этих, так сказать, разъемов, что ли. Мое основное направление, на самом деле, это разговор, это мое образование, это мои книги. Это желание людей понять себя, покопаться в себе, но не грустно подрочить, типа, пожалейте меня, я такой несчастный, у меня не получается. А готовность внять и изменить себя, потому что, первое, пацаны, внешность и осанка, и чистые носки, и снимать их во время секса. Может быть, смотри, я попробую переформулировать, я не знаю, это то, что Кирилл спрашивал или нет, но, допустим, у тебя встреча, свидание с новым партнером, с которым у тебя еще не было секса. И у вас вот все дошло, условно говоря, до кровати, но он, ну, или не до кровати, там, не знаю, где-то, как-то сеттинг, и он хочет попробовать катиться в, например, BDSM, хочет попробовать что-то новое, да, как ты поймешь, что такого нового ему показать, что он еще, а он ничего не знает, вот. Я бы, ну, как бы, ну, для начала, вот, старый добрый игр про доверие, если кто-то там в пионер лагеря катался или что-то такое, вот, когда вы условно завязываете друг другу глаза, и должны упасть на руки партнеров. Это не про то, чтобы буквально завязать глаза, да, а обоим постараться закрыть глаза, да, его друг друга, тактильно ощупать и ощутить, на что отзывается тело. Первое, что нужно сделать, это попытаться почувствовать, на что человек эмоционально отзывается, да, на какие слова он реагирует, на какие слова он возбуждается. Говорите во время секса, не молчите. То есть, одно из самых страшных переживаний, ну, как страшных, своеобразных, когда у меня встречаются партнеры, когда он кончил, а я не заметила. То есть, и ты такой, это тоже проблема. Мальчики скованы в выражении эмоций, и поэтому с партнером мне понятно, что ему будет нужно и получится ли у нас что-то, зависит от того, может ли он выражать свои эмоции, давать обратный отклик. Вот, я провожу по его телу, да, отвечает ли он тем, что он еще сильнее ко мне пригнется, или сжимается, да, ему хочется там меня там прижать на плечи, чтобы это перед ним стало на колени, да, я отзываюсь на все, мне, как бы, я же без тормозов, мне легко. Но, опять же, он после этого теряется, потому что он это видел в порно, и типа так делают, и в итоге, типа, полшестого, или ему реально этого хочется. То есть, эта игра понять без слов, по большей части слова, это комплименты. Все слова становятся комплиментами, все слова становятся хвалой друг другу. И вот, чувствовать, чувствовать, на что вы отзываетесь, как вам нравится, да, вот, нравится ли ей, когда ее присоберут за волосы, нравится ли ему, когда его я прикушу за шею, нравится ли ему, там, когда я нежная, податливая, или наоборот, наоборот. Вот. Все это про то, насколько вы можете выразить в ответ свой эмоциональный фон, потому что, когда ты делаешь 10 попыток сделать приятно, а видишь лицо синьора на собеседовании, да, ваш ответ принят. Спасибо. Переходим к следующему вопросу по опроснику. Не можешь, не получается. Это не собеседование, это взаимодействие. Я надеюсь, ну, то есть, я понимаю, что это витиеватое многословно, я постараюсь это как-нибудь сформулировать получше, когда буду обдумывать ответы, но реагируйте эмоционально на то, что девушка решила сделать с вами. Нас, нам в голову удалбливали, что ты гребаная принцесса, ты должна сидеть и ждать, пока тебя пока тебя. Это не способствует тому, чтобы мы научились выражать эмоции. Поэтому научитесь хотя бы вы. То есть, так как вы заинтересованы и вам хочется, но на самом деле тоже ужасно хочется. Нас просто, если мальчики, то есть, один из смешных моментов годик назад я пошла на тренинг по сквирту, это женский струйный оргазм. Мне было интересно, так оно существует или нет. спойлер, спойлер, это просто. И нас собралось 25 человек. Я и 24 мальчика. И ведущий чувак. И он спросил, так, неловкий вопрос, народ, кто программисты? Поднимаются 25 рук. Он, ёб твою мать, 26-я рука. Я, блядь, где HR? Кто нас собрал на этот корабль? Мальчики, к счастью, мне очень нравится то, что сейчас на те там тренинги, которые я ходила, ну, я очень редко хожу на это, мальчика там зачастую больше. И я очень надеюсь, что вот эта часть культуры будет действительно ехать дальше. и мальчики в частности научатся обсуждать это еще и между собой. Потому что нет ни одной, например, причины в мире, почему бисексуальных девочек больше, чем бисексуальных мальчиков. Это неправда. Но социальная стигма такова, что но токсичная маскулинность, все дела. Отдельно, то есть я каждый раз радуюсь, когда это редко случается, но мне удается в мальчике раскрыть его бисексуальность. Потому что это чаще случается, чем на самом деле нам кажется. Поэтому если что, в жопе святости нет. А удовольствие есть. И обсуждайте и между собой, и с партнершами. То есть возможно, опять же, как рассказывали, что девочки тренируются целоваться в помидорах там наедине. Ну, у меня этого не было. Но вы, мальчики, за пивом, между прочим, можете тоже обсудить многие сам же и прийти к здравому смыслу. Разговаривайте не только с партнершами, но и с друзьями. И с партнершами друзей отдельно, потому что партнерша друга другу стесняется сказать, а вам может не постесняться. Цените девчину друг. Ну, потому что еще ему, ну, а вдруг. слушай, вот еще тоже есть чатика спрашивает, насколько скованность зависит от местожительства Сонгвера. Ну, то есть постсоветское пространство, наверное, немножко отстает. Ну, как ты вообще, какие отличия международные ты замечала? Ну, у меня не особо было международных отношений. У меня был самый иностранный секс у меня был с чуваком из Риги, сейчас я вернулась из Мексики, там меня постигла фиаско, в кофейне ко мне подсел мальчик, идеальной красоты. Если бы я издавала журнал Lander Sexual 2022, он был бы на обложке. И мы сидим в тем кофе, а вайба никакого. Я в удивлении, типа, ну, какого черта? Подваливают его друзья, он там начает обсуждать, как он провел пятницу, он перечисляет кучу баров, какой-то момент говорит, ну, а потом мы с моим бойфрендом, ты помнишь его, я приводил его в компанию, я такая сижу, блядь. Хоть один понравился, Рон Дор Дюд. Дело не в подсоветском пространстве, если что, моя лучшая любимая любовница, ей 53 года, моя любимая пара, с которой я сплю больше полугода, это мои любимые любовники, ему примерно 50, ей 44, мне кажется. И она выглядит действительно как богиня, она выглядит младше меня. То есть, мои партнеры меня старше. В этом, ну, нет стигмы, стигма есть в том, что когда тебе, там, ты девочка красивая, тебе 40, 50, и ты на самом деле все такая же девочка и такая же охуенная, отдельный вопрос, сколько это нам стоит, но посмотрите на мальчика в этого же возраста. Отчаяние в том, что социальная стигма скорее в том, что мальчики 20 лет еще хороши, но слишком дураки, да, потому что, вау, что я буду трахать, какую-то милфу, а охуенная милфа, которая уже всего добилась, у которой сделано тело намного лучше, чем у любой студентки, ей не с кем, потому что, глядя на ее сверстников, хочется только накатить пять стыки. Вот эта проблема у нас есть огромная сейчас. И то, что мальчики не пытаются быть красивыми. У девочек есть цель прям вот быть красивой. Мальчики считают, что и так сойдет, но ходите нетраханными. Потому что, честный совет, стилист, спортзал, работа над собой. Осанка, чистые носки, поставленная речь, долго, нудно, но хорошая новость, это работает. Как меня научил мой предыдущий парень, что естественная красота, это, конечно, замечательно, но дана она далеко не всем. Ну, кому-то повезло, кому-то нет. Если у тебя ноги кочергой, ну, не выправляем мы это. Но есть другая вещь, называется ухоженность. И ухоженный человек выиграет у красивого неухоженного. Потому что, если ты видишь, что человек пашет над собой, это уже само по себе вызывает такое уважение, что ваши рейты вырастают колоссально. Поэтому ухаживайте за собой, ставьте свою речь, умейте быть обходительными. Хорошее воспитание никто никогда не отменял. При этом не обязательно тратиться на миллиард цветов, дорогие рестораны и так далее. Будьте ухоженными. Пожалуйста. Да, отличная рекомендация. Тут еще Иван в чате добавляет, что вообще и в Киеве, и в Москве есть отличные ЛГБТ-тусовки. И есть некоторое стеснение из-за того, что сильнее скованность из-за отсутствия сектора света и достаточного уровня осознанности. Но сейчас все меняется в лучшую сторону, что не может не радовать. Поскольку вам начинает нравиться свое тело, а, кстати, очень действенная этому рекомендация, займитесь чем-то, где вы свое тело постоянно видите в зеркало максимально раздетым. Грубо говоря, без шуток, в своей ванной комнате поставьте зеркало во всю стену. Ничто так не отрезвляет. Ничто так не заставляет тебя не сожрать лишний бургер, когда потом ты стоишь в душе при жестком освещении и видишь, чего этот бургер тебе стоил. То есть, я год назад вот впервые настолько себя полюбила, ощутила комфортно и вот так вот свободно слаломила, ровно потому, что я психанула, пошла надверг, где я должна была заниматься, но это литер или купальник. И ты видишь себя всю в ультра жестком свете. Плюсы и минусы. И тебе настолько не хочется выглядеть плохо в своих глазах, что положительная обратная связь тебя улучшает очень быстро. У мальчиков я не знаю, что это должно быть. Там бокс, не бокс, но возможно, это тоже танцы какие-то, возможно, это гимнастика или акробатика, но мы особенно во время карантина натянули удобные худи, спортивные треники и сидим дома, сгорбившись, не мою голову и так далее. Это гробит все. То есть, зажатость, она в огромной мере на 90% по моим наблюдениям диктуется от того, что на самом деле ты знаешь, что ты выглядишь как уебище. Как только ты уходишь от этого ощущения и ты вложил бабки в свое тело и, простите, стилиста, парикмахера, правильно подобранную парфюмерию, уходовую косметику, не в плане там обязательно глаза красить, но кремчики, лосьончики, укладочку и вот это вот все, вы знаете, проблем резко становится меньше. Как только ты просто глядя на себя в зеркало, искренне говоришь, бля, да я охуенный. Да, нам есть к чему стремиться. У меня лично есть к чему стремиться. Ну, да, плохая новость, путь сложный. Хорошая новость, он гарантированно работает. То есть, это вот тот редкий грааль, который я вот могу вам дать и сказать, пацаны, пейте. Да, это нужен год или два, это нужно деньги. То есть, вот вчера, например, поход к парикмахеру мне обошелся в 300 бачей. Просто к парикмахеру. Хотя, казалось бы, блондинка и блондинка, что со мной делать? А еще у меня была маникюрша, а еще у меня была ресничница, а еще у меня было, было, было. В итоге, я три дня назад приехала из месяца, из Мексики, косарь ушел просто на то, чтобы выглядеть человеком. И если что, это системная трата. Не считая того, что я ненавижу бегать, я люблю бухать, курить и трахаться, но мне приходится то бегать, то заниматься спортом, то заниматься танцами, то еще чем-то. Просто, чтобы не выглядеть уебищем в своих же глазах. А не выглядишь уебищем в своих глазах, вы знаете, остальные тоже начинают этому верить. Немножко еще вот про БДСМ. был вопрос в посте про то, как вообще в это все вкатиться. Немножко там в посте в ответах ушел в сторону того, чтобы найти комьюнити. А вот можете поговорить про как-то самому с чего начать? А что вы конкретно хотите? То есть, здесь вопрос слишком абстрактный. Во-первых, ответьте, ну, вот внутренне, чего вы хотите, да? Если вам, например... Попробовать, да? Человеку там напишет. Для начала, то есть, вот я странный человек, пишу, я люблю читать и у меня сложности с видеоконтентом. например, вообще не смотрю порно. Не потому, что это для меня сошкварно, а мне просто неинтересно. Но у мальчика в чаще лучше с визуальной частью, да? Для начала поймите, на какое порно у вас, ну, конкретно, вот вас вот прям трогает, да? И подумайте о том, ну, во-первых, начнем с того, что без красивого тела никакого красивого БДСМа у вас никогда не будет. То есть, у меня шикарные фотографии висят, я там выкладывала в телеге, где меня вешают на шибарный подвес чувак. Боре, я ему ужасно благодарна, но, Боря, прости, если ты здесь, но это лысый, полноватый двор, с которым у меня ничего не было, кроме этого шикарного подвеса и гениальных фотографий, то есть, это вообще было не про сексуальную практику, а сугубо эстетическую. Если вы хотите не сугубо эстетически побыть фотографом для дамы, если вы хорошо фотографируете и что-то делаете, а именно повзаимодействовать, первое, это чтобы вы были уверены в том, что вы действительно сексуально привлекательны для нее. Во-вторых, это потихоньку, если это веревки, вы садитесь, идете на территорию, тематические форумы и так далее, вычитываете, какие бывают веревки, как их обрабатывать, что жжет, что не жжет. Джутовые веревки по дефолту, если вы сами будете обжигать, это я пробовала, не делайте этого, потратьте деньги и купите шелковые. А как программисты подадите к вопросу системно, вычитаете, блядь, его документацию. После того, как вы вычитали документацию, вы потихоньку покупаете самое лайтовое и начинаете подкатывать к партнерши, то ли показывая ей фоново, ну типа, на какое порно вы там дрочите или какие вам штуки нравятся. Вы, допустим, в атмосфере расслабленного пьянства рассказываете, что было бы прикольно. Вы подводите, вы делаете вводную, это сторителлинг. Вы делаете сторителлинг в сочетании с тем, что как только партнерша хоть немножко отозвалась благосклонно к идее, вы захваливаете ее и говорите, вау, какая ты классная, что тебе это тоже интересно. Желательно, ни одной той же фразой подберите их 20. Экспромты нужно репетировать. Вот. И вот так вот вкатываемся тем, что становимся красивыми, так, чтобы, ну, когда девушка идет рядом с вами, девушке тоже приятно, когда на вас пялиться другие бабы. Честно. Это для нас сексуально. Точно так же, как вам нравится, когда ваша девушка богиня и популярна, и она ваша. Вы становитесь красивыми, вы вычитываете технику безопасности, вы покупаете все самое лайтовое, и когда ваша партнерша достаточно нажралась с вами, потихонечку, мягко предлагаете ей пробовать. Хвалите, повторяете цикл. Да, все понятно, инструкция понятна. Я программист, да, я программист? Кому нужен функциональный программист на Fshark и Unity? Где у нас HR-ы в этом чате? Я, кстати, даже на самом деле не знаю, я психанула и запостила ссылку на эту Аму даже в свой рабочий чат. Возможно, даже тут есть кто-то из моих коллег, если да, то они реально сейчас охуевают. Кто там из коллег плюс они, сидите или помашите ручкой? Слушайте, давай, давай, честно, мальчики, одно из самого ценного, найдите, сядьте, если вам хочется везти на любви, сядьте и садитесь гуглить стилистов и люди, которые научат вас быть красивыми. Вы можете быть уверены в своей силе неотразимости, но плохая новость в том, что, скорее всего, вы заблуждаетесь, потому что вы находитесь здесь. Сделайте это вложение в себя. Одно из лучших вложений 500 баксов, которое я сделала в своей жизни, я наняла визажистку, которая 4 или 5 раз приезжала ко мне домой на 2 часа, мы делили моё лицо две половины, так сказать, лучшую и худшую, и одновременно красили разные части, и она учила меня делать макияж. У вас этой части нет, но всё равно найдите людей, которые подберут вам человеческую прическу, подходящую форму бороды, правильную оправу очков, какие шмотки вам идут или нет, потому что в среднем ты приходишь, если, ну, по крайней мере, в киевский офис, не берусь судить за другие, ты смотришь на этот паноптикум, особенно вот если ты в девопсню вздыхаешь и уходишь, потому что, ну, просто нет культуры того, что ты ищешь, как стать красивым, нет этого фокуса, вот это социальная стигма, боритесь с ней, это то, что вас лишает наслаждения в жизни больше, чем вы можете представить, лишний вес и неухоженность. Да, слушай, вот ты еще в посте писала про то, что ты расскажешь о том, какие гендерные асимметрии всплывают в отношениях и в ощущениях. Давай немножко, может, про это поговорим. Расскажу, только позвольте мне, пожалуйста, буквально одну минуту, потому что у меня орут как ты, чтобы я их покормила, буквально одна минутная пауза. Хорошо? Давайте паузу, да. Вы подумайте еще пока над вопросами все остальные, потому что у нас не так много осталось, я, кажется, спросил все из поста, вот, так что сейчас самое время все, что вам интересно узнать. Кирилл, да, вижу, спрошу, классный вопрос. Миш, ты, как всегда, самый важный вопрос. Ну да, вот как Иван замечает, да, что межчеловеческие отношения сложнее всего. А мне кажется, что у нас вообще и два уровня получается, что у нас, во-первых, о сексе сложно говорить просто из-за того, что мы социально не привыкли к этому, да, у нас не принято было. А во-вторых, еще просто справляться с межчеловеческими аспектами этого дела. Давай, вот мы спросим про это, про то, почему тема мальчики, как девочки, и девочки, как мальчики, еще более стигматизированы, Sensex? Начнем с того, что, ну, вот это тоже из таких последних довольно наблюдений, что я вот пронаблюдала два класса разных проблем. Так вышло, что мой нынешний партнер потерял работу, да, там, ну, захотелось менять карьеру, так вышло, что вот я сейчас работаю, мы живем вместе, и, ну, я зарабатываю там больше, чем он, допустим. Плюс у него была тяжелая депрессия, и он сел на антидепрессанты, антидепрессантов, ну, спойлер, есть один поголовно неприятный эффект, это анаргазмия, ты не можешь кончить. В случае девочки, это ты просто не можешь кончить, но, опять же, только я села на АД, я с моим упорством, я перепробовала всю акробатику, пока я не нашла способ, как с помощью чего и так далее, потому что для меня это было принципиально, неужели какая-то странная таблетка будет мне диктовать качество жизни. Но никогда потеря оргазма девочке не дает ощущения, что я же перестала быть женщиной. Для мальчика состояние я потерял работу, плюс, извините, я называю это грубо, писечка не стоит, резко превращается в маскулинную проблему, что я же не чувствую себя мужчиной. Причем пока работа есть, и даже если не всегда что-то стояло, мужчина разглагольствует о том, что в сексе главное, это непосредственно вот это вот, это взаимодействие, это чувство, эмоции. И у мальчиков есть очень, ну, к сожалению, пробел, который не ликвидирован образованием, того, что от таблеток и от того, что физиологически что-то поменялось, ты не поменялся. У тебя страдает самолюбие придуманное, но почему-то из-за этого страдает меня любви. И у мальчиков, в принципе, у нас по культуре очень много вариантов «я не чувствую себя мужчиной». Токсичная маскулинность, как мы это называем, в соответствии некоторым некоторым качествам настоящий мужчина должен, настоящий мужчина обязан. У женщины есть только проблема «я чувствую себя как лошади, я заебалась». То есть даже отрезание груди, яичников и чего угодно, что нам отрезают в связи с риском рака, не дает нам проблему вот эту вот, а мальчикам дает. И один из исходов этой проблемы, вот сейчас, например, во время карантина, куча мужиков потеряла работу, я смотрю на миллион пар, которые из-за этого жутко пострадали, потому что мальчики впадают в этот клинч «я же не мужчина». И самое страшное, оно на самом деле еще дальше. Если девочка попала в ситуацию, что ей плохо, ну допустим, у нее депрессия, она не работает, ну, то есть, и мы не очень хорошо себя в этом состоянии ведем, не потому что мы плохие, нам плохо, и мы превращаемся в противных существ, когда нам плохо. Если мальчик это время выдержал и был с ней рядом, девочка, когда вышла, она ему благодарна и любит его еще больше. Мальчик же, начиная выходить из этого состояния, он начинает испытывать в девочке раздражение за то, что она видела его слабым. И почти всегда, как только мальчик вышел из этого состояния слабости и фазы «я же не мужик», девушку, которая его тянула все это время, он посылает нахуй под любыми предлогами. И вот это вот одна из самых страшных социальных асимметрий, которые я сейчас наблюдаю. Вот просто на фоне того, что мы оказались замкнуты дома. Подумайте об этом. Я это обсудила с многими друзьями и, к сожалению, мы единогласно пришли к этому наблюдению. Ну, возможно, вопрос у Кирилла был… Это очень интересное наблюдение, но мне показалось, что вопрос был больше чисто как практик, как сексуальную практику. Да, вот кросс-дрейсинг, например, когда мальчик одевается девочкой и ведет себя, играют женскую роль в… А потому что два перепуганных идиота, это как два ребенка, то есть, смотрите, когда два совсем ребенка, им не страшно, потому что они не научились бояться. А потом мы столько раз посмотрели на буллинг в школе, на смешки в универе. Я вот сейчас сходила в поход, вот три дня как вернулась, и мой инструктор, он выглядел круче австралийского пожарного. Двухметровый голубоглазый чувак, блондин с бородой, охуенно выглядевший. Я пощу нашу общую фотографию в рабочий чат, и прекрасный винницкий менеджер спрашивает, а что это за блондинка с бородой? Я говорю, это блондинка с бородой, вообще это мастер спорта по гребле международного класса, и альпинист сенсы, и может навалять, и Виталик, тебе бы в спортзал. То есть это насмешка, ну, это страх и перед своим телом, и защитно-агрессивная попытка смеяться над тем, что лучше тебя. Потому что ты внутренне чувствуешь, что поставить тебя рядом с этим инструктором, не надо тебя ставить рядом с этим инструктором. вот просто. И это проблема. Вот это, и поэтому ты не уверен в себе, ты не чувствуешь себя красивым, ты не чувствуешь себя собой в своем теле, и тебе страшно дальше делать что-то с этим телом. То есть мне тоже, вот, мне, как бы, я всю жизнь занималась сексом втроем, в большом мере, потому что я чувствовала, что мне нравится быть и мужчиной, и женщиной, да. Мне нравилось подчиняться одному и подчинять другого. И вот сейчас у меня в жизни недавно, вот так случайно совпало, случились первые отношения, которые происходят с бисексуальным парнем, с которым я ощутила, что мы оба можем быть обоим. И это плавно перетекает само с собой. Но для этого мне понравилось N-десятка партнеров, и ему N-сотен. То есть нам пришлось пройти столько вот опыта, вот в программировании нас это и смущает, то, что у нас не получилось тысячу раз. Ну, смущает, конечно, но мы привычные. С принятием себя и того, какие мы, к сожалению, работает та же механика. Хорошая новость, она работает. Ты пробуешь, 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 но пока ты не понравишься себе от души, ты не переборешь, скорее всего. Ты все равно будешь чувствовать себя фриком. Поэтому тебе нужно искренне понравиться себе хотя бы физически. Мне кажется, что если это не о восприятии своего тела, а как элемент игры, почему бы нет? Ну, я не знаю, я не могу залезть тоже в голову мальчиков. То есть я делюсь сугубо своими наблюдениями, но вот раскрыть себя и свою бисексуальность на моей практике получилось только у мужчин, которые а, красивы, но красивы не обязательно природа, а именно ухожены, и которые очень-очень-очень много пробовали. И в какой-то момент, возможно, им стало скучно пробовать одно и то же. Может, в какой-то момент они удачно напились и зашло. А может, еще что-то. Я не могу этого угадать. Но это всегда уверенность в своем теле и много экспериментов. В эту же тему примерно вопрос такой. Насколько неопытный в сексе человек, удовлетворяя остальным условиям ухоженности, адекватности, открытости, может заинтересовать опытного, например, тебя? Равно ли отсутствие опыта плохому сексу взаимодействию? Вообще, пофигу. Один из моих лучших партнеров и не единственный раз был парень, у которого я была первая девушка. Причем, это было по-дурацки, мой первый курс универа в Шаган. И мои соседки уехали раньше в летнюю сессию. И мы с чуваком не то что влюбились, мы очень дружили. Поэтому, Вадим, тебе что, девчат не было раньше? Не было. Значит, у нас сейчас будет курс молодого бойца. А сегодня ты учишься расстегивать лифчик одной рукой. А можно и двумя? Говори, нет, вчера было двумя, сегодня только одной. А можем ли мы на втором этаже кровати? А можем ли мы на первой? Из-за того, что нам было по 18 лет, мы были веселые, дурные летние сессии. Ну, это был один из моих лучших партнеров и мы до сих пор очень дружим. То есть, мы дружим, господи, прости, уже сколько, 13 лет. То есть, неопытность вообще никак не коррелирует с тем, насколько с человеком хорошо. Если человек не боится, вот как у меня год назад, когда я была совсем в депрессии, мне тогдашний гавалер залепил очень болезненную, но очень неправильную ментальную пощечину. Отчаяние не сексуально. То есть, когда ты подсознательно чувствуешь в человеке отчаяние и унижающуюся просьбу, а не радость и готовность к веселью. Вот радость и готовность к веселью сексуальна, а выпрашивание нет. Поэтому, опять же, мы возвращаемся к топику уверенности в себе и в том, что эгэгэй, это же приключение. Вот отношение к тому, что это приключение, и это не значит, что вы собираетесь в ЗАГС. Мне вот вчера один мальчик описал, ты злая саркастичная сучка, не женюсь на тебе, я так сижу, молодец, спасибо, 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 свободны все. То есть, это не обязательство чего-то другого, это форма общения, так и отнеситесь к ней, как к форме общения, которая требует этикета. К английской королеве вы не идете на прием в трениках. Поэтому от количества партнеров и партнерш это не зависит. Вы не идете в трениках. Я вспомнил, что мы забыли вопрос, который перед тем, как ты ушла, про гендерную асимметрию. Подожди, что ты хотел? Да, гендерная асимметрия в отношениях и в ощущениях. Расскажи. Ну, например, с открытыми отношениями вся эта сложная штука. Одна из сложных штук, которые сейчас, в последний год я изучаю, это более открытые отношения. я поняла, что я могу быть потрясающе верным человеком. То есть, положа руку на все, что угодно, у меня было два партнера три года и шесть лет, я им не изменяла. И не изменяла не потому, что у меня целебаты, железные труселя, а потому, что они были настолько охуенными, что мне это не было нужно. Но когда я стала спать с другими людьми, я поняла, что мне это в кайф тоже. И это настолько никак не влияет на мои другие отношения, что вообще никак. И гендерная асимметрия в том, что девочки зачастую декларируют, ну и в этот момент честны перед собой, говоря, что они собственницы не готовы делиться. И они на этом этапе не лукавят. Многие мальчики говорят о том, что я же мужик, мы же свободные взрослые люди, ну и может быть всякое. Ну и ты там где-то скрипя сердце или не очень говоришь да, окей. И это да, окей ровно до момента, пока ты не приходишь радостно выебанная кем-то другим. Вот, например, одна из наших социальных асимметрий, которая у меня, опять же, сейчас у меня нет сверебряной пули против нее. Это огромный долгий путь образования к тому вопросу, который я озвучила раньше, вот одно из самых страшных для меня открытий, который, ну не знаю, пугает меня тем, что я понимаю, что мне придется писать об этом книгу какую-то однажды, что я не знаю ни одну счастливую пару. Все изменяют и все страдают. И асимметрия, как минимум, нечестности мужчин о том, что декларируя, например, открытые отношения, мальчики очень счастливы, пока девочка им только верна. Да, слушай, ну смотри, у нас вопросы, которые задавали, подошли к концу, но, а вот еще один вопрос пришел, что встречала ли ты в своем опыте людей, которые находили для себя один конкретный фетиш и удовлетворялись им, не желая пробовать ничего другого? Ну, я прям таки затрудняюсь на это ответить, потому что, в принципе, чисто выраженный фетиш, и вот чтобы один, ну там, назовем условно футфетиш, да, вот только тебе нравится целовать ножки и ничего больше миссионерской позиции не интересует, вживую я, честно, не встречала, поэтому, ну, затруднююсь. Мне кажется, что если ты в себе открыл что-то, что тебе самому кажется немножко неформатным и тебе нравится, рано или поздно у тебя взыграет любопытство, а может мне нравится что-нибудь еще. И, скажем так, а почему бы не зафорсить это любопытство, потому что мы можем не догадываться о том, что нам на самом деле нравится. Форсите любопытство. То есть, не зайдет, никто вас не обязывает продолжать. Зайдет, вы станете счастливее. Игра с ненулевой суммой, теория игр, господин Форнеш, не зря я ее придумал. То есть, задача в том, чтобы свести наши коммуникации, в том числе сексуальные, к играм с ненулевой суммой. А если у вас расклад игры, в котором вы точно не проигрываете, то есть вы или не проигрываете, или выигрываете, играйте всегда. Потому что, ну, типа, это же охуенный расклад. Поэтому я не могу ответить на людей с монофетишем, про людей с монофетишем. Тем более, что, например, БДСМ не считается фетишем, ну, в чистом виде. Это набор практик. Например, там, мумификация, ну, когда там девушку, допустим, связывают, там, полностью, там, бинтами, в качестве мумии, это уже ближе к фетишем. Я не практиковала, то есть, немножко не по моей части. То есть, возможно, есть люди, которых вот только это строго прет. Там, или, не знаю, хорсплей, там, маску лошади натяну, там, и гуго, и дальго. Может, такое есть, опять же, вживую не сталкивалась. Связывание садизма-захизм не является фетишами, просто, если что. Фетиш, это, то есть, я фетишем подразумеваю конкретную маленькую вступку, которая просто дает вам гарантированный эффект. Вот кнопка, как электродик, крысы вживили, типа, нажал, кончил, нажал, кончил. Такого не видела. И еще вот просят посоветовать производителей игрушек, атрибутики для БТСМ, даже авторов под заказ. Смотрите, по киву, под авторов под заказ. Я нашла офигенную барышню, которая делает кнуты и флогеры, если кому-то нравится. Есть чуваки, которые делают хорошие свечи, опять же, там, ВЛС или там с ними спешитесь рассказать. То есть, у свечей есть разная температура плавления воска и количество фитилей. Ну, типа, один фитиль воск капает, много фитилей воск льется, разная температура и так далее. Но, если вы хотите сделать подарок вашей даме, я могу вам скоро, 8 марта, к тому же у нас, подсказать, как же 50 баксов сделать ей лучший подарок, с которым вам ничего больше делать не нужно. Выглядит он вот так вот. Это называется Satisfyer, он же Womanizer, то есть, разные производители. Если что, мальчикам его прикладывать некуда, просто выдохните. Вроде бы, мужские аналоги выпустили, не тестила. Эта хрень работает по принципу вакуумного пыр-пыр-пыр. У нее есть дырка, которая приставляется к клитору, включается, и она вакуумом делает... Оральный секс не может это воспроизвести. Если вы приставите к пальцу или к соску или еще куда-то, вы этого не почувствуете, у вас нету клитора. Это лучше 50 долларов, которые вы можете воплотить в подарок. Пожалуйста, просто подарите это вашей женщине. Единственный минус, это игрушка не про взаимодействие, потому что ее задача дама ложится, берет смазку, приставляет, куда нужно, складывает руки вот так вот, и через 3-15 минут ей точно хорошо. Вы ей не нужны. Эта игрушка про пассивный отдых, и даже ребенок в этой же комнате не услышит ее пыр-пыр-пыр. Я уже их раздарила, я даже семье своей раздарила эти игрушки. То есть, почитайте Satisfyer или Womanizer, вакуумный стимулятор или как-то так называется. 50 баксов. Точно, точно, точно советую. Вторая игрушка, которую купила недавно на роддоме, и она предошла ожидания, это наконец-то вышло новое поколение, называется это V-Vibe. Выглядит это вот так, вот эта клипса, это два отдельных вибромотора, которые выставляете в разные места по своему усмотрению, что в себя, что в партнершу, как угодно. Вибромоторы мощные, и на удивление это оказалось просто мега круто. Вот я просто... Не попробуйте, не узнаете, эта конкретно штука стоила 300 баксов. V-Vibe, типа, она с телефона управляется с пульта и кнопками так, маленькая, незаметная, ребенок найдет, не поймет, собака найдет, сожрет, осторожно. Собственно, три вибратора из своих раздаренных съели собаки моих подруг. То есть, это нужно вносить в ворнинги, типа, не класть в радиус собак. Это вот две основные штуки, которые я точно, 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 точно могу посоветовать. Классно. Ну, может быть, когда ты будешь писать пост, например, еще накидать какие-то твои любимые штуки, которые более... Смотрите, я в посте кидала, у меня есть канал с пафосным названием Нефиле Бата, это из португальского Нефиле облака Бата Путь, дословно идущий по облакам, и обычно это потребляется в контексте богема, но я еще и походник, вот, поэтому в прямом смысле слова у меня бывают серии фотографий, ходящие по облакам, вот я к вам спустилась с высоты 5636 метров, это было тяженько, но еще и год назад меня тогдашний кавалер подъебал и заставил назвать мою инсту рюкзаки-дилдаки. Поэтому на самых высоких вершинах я фотографируюсь в пользу Родины-Матери, с рюкзаком и верным другом, и вот на 5600 оказалось поднять одной рукой сложно не только рюкзак. Зато мой идиотский голос внутри, у меня просто, я почему такая веселая, у меня есть идиотский голос внутри, который всегда шутит, и эта скотина постоянно шутит после каждого похода, что теперь твой хуй стоял выше, чем у любого твоего бывшего. И чтобы хоть как-то его заткнуть, мне приходится делать какую-то рандомную чушь все время, потому что иначе он просто не может угомониться и такой, типа, а тебе слабо, а тебе слабо. А игрушки эти две, вот особенно в Humanizer, 50 баксов, пацаны, даже меньше в Украине. Я его купила за тысячу гривен, 40 баксов, типа. Обещаю, вас будут любить после этого, чуть-чуть больше. Не всегда с вами вас будут любить, но стресс снизится. Отлично. Слушай, у меня такое предложение, я думаю, что, возможно, еще есть у кого-то вопросы, но не все хотят их задавать под запись. Я понимаю. Давай, может быть, мы закончим запись. Можно выключить запись? Смотрите, можно выключить запись? Можно писать мне в канал. Ну, то есть там, и на вас, в комментариях есть ссылка, специальная линка под ивент. Можно писать мне в ЛС. Типа. Я к этому абсолютно не отношусь. Ну, просто, типа, помашите ручкой, скажите, откуда вы пришли, чтобы я понимала, ну, из какого контекста. Я на все радостно отвечу. И единственная сноска, у нас тут такая ситуация, что, скажем так, если я не отвечаю или прошу попинать меня через несколько дней, ну, у нас тут реально обстоятельства. Да.